На РБК новости Башкортостана мы вечаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Акунев. Здравствуйте. На бизнес-форуме «Казахстан-Башкортостан» подписали 8 твердых соглашений о сотрудничестве в сферах животноводства, торговли, пищевой промышленности и так далее. Об этом сообщают на сайте правительства республики. Ранее члены большой делегации под председательством Радио Хабирова и Андрея Назарова провели более 300 B2B-встреч, результатом которых стали порядка 120 договоренностей о сотрудничестве. Так, Министерство торговли и услуг Башкортостана заключило меморандум с компанией «Нуркомпани», а также ассоциацию упаковщиков Казахстана. ГУП Агидель, в свою очередь, заключила два соглашения о взаимном сотрудничестве, а именно с домом авторского дизайна «Алтын-Орда» в области конструирования, производства национальной и современной модной одежды. Подводя итоги визита в Казахстан, глава региона дал интервью изданию «Спутник». Радио Хабиров рассказал в частности о создании в Казахстане башкирского торгового дома. Торговый дом, как юридическое лицо, зарегистрирован. То есть мы, скажем так, определенные бюрократические процедуры прошли, он уже существует до юра. Сейчас мы находимся в поиске, нам не надо строить, здесь у вас довольно много площадей, которые могут нам быть интересны. Поэтому мы это открываем в самое ближайшее время. А потом уже будем напитывать через поставщиков республики, чтобы человек понимал. В Казахстане понимали, вот сюда придешь, здесь продукция из Башкортостана. Это разные вещи. Это легкая промышленность, пищевая, перерабатывающая и так далее. Напомню, что в состав бизнес-миссии в Казахстан вошли представители порядка 90 предприятий. Известно, что по итогам 11 месяцев Казахстан занял третье место в рейтинге контрагентов Башкортостана по ВТО. А показатель взаимного товара оборота вырос на 3,1%. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года и достиг 450 миллионов долларов. К другим темам. Центр избирком России предложил назначить главой ЦИК Башкортостана Азата Галимханова. Эту тему обсудили на заседании. В частности, об этом заявил член избиркома, куратор республики Евгений Шевченко. Члены региональной ЦИК проголосуют за предложенную кандидатуру на тайном голосовании. Напомню, в конце декабря прошлого года указом главы республики Галимханов был назначен членом ЦИК региона с правом решающего голоса. Он родился в 1974 году, окончил Башкирский госуниверситет по специальности правоведения и имеет степень кандидата юридических наук. Сейчас работает проректором по учебно-методической работе в Уфимском университете науки и технологий. В 2005-2008 годах был секретарем избирательной комиссии УФИ. Азад Булатович с понедельника находится в ЦИК и все члены ЦИК встретились, дали свои бесценные советы, потому что очень непросто за 51 день до первого дня голосования на выборах президента соглашаться на такую должность. И очень рассчитываю на помощь и поддержку и членов ЦИК Республики Башкортостан, уважаемого Марата Венеровича Годилова и уважаемой Марина Борисовна Долматовой. Также на заседании председатель ЦИК России Элла Памфилова поблагодарила бывшего руководителя ЦИК Республики Башкортостана Илону Макаренко за проведение прошлых избирательных кампаний. Сейчас Макаренко трудится проректором Уфимского университета науки и технологий. Депутаты Госсобрания Башкортостана приняли в первом чтении поправки в Семейный кодекс. Они наделяют мужчин правом в судебном порядке требовать с бывшей супруги алименты. Речь идет о случаях, когда уход за ребенком в течение трех лет со дня его рождения мужчина осуществлял в одиночку. Согласно действующей редакции Семейного кодекса, таким правом наделена только женщина. В определенных случаях супруги и бывшие супруги должны поддерживать друг друга и имеют право требовать другого супруга к выплату алиментов именно на себя, не на ребенка. Раньше таким правом обладала жена и бывшая супруга, когда в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка. Без уточнения, ухаживает за ребенком или нет. Этими изменениями уравняли в правах и мужа, и жену. Законопроект вносит и другие изменения в Семейный кодекс. Теперь бывшая жена может потребовать алименты только в случае наступления беременности в период брака. Кроме того, экс-супруг или супруга может получить денежные выплаты только в случае фактического ухода за ребенком-инвалидом до его совершеннолетия или инвалидом первой группы с рождения. Семейный кодекс. Также в ведомстве отмечают, что в последние годы усилили работу с подрастающим поколением, начиная со школьной скамьи. Дефицит кадров сегодня наблюдается во многих отраслях экономики. Сельское хозяйство не исключение, говорят эксперты. У нас катастрофическая нехватка кадров. То есть дефицит кадров – это, пожалуй, главный тренд 2023 года, с которым мы зашли в 2024. И это сопряжено с ростом заработной платы, потому что идет в каком-то смысле гонка зарплат. Заявки на участие в конкурсе на получение господдержки принимаются от специалистов в возрасте до 35 лет с высшим или средним профессиональным образованием, трудящихся на селе. Среди условий отбора также непрерывный стаж на предприятиях АПК от полугода и обязательства трудиться в данной сфере не менее трех лет. Напомню, также в Башкортостане действует проект содействия занятости сельского населения в рамках его реализации. Сельхоз предприятиям республики направит более 23,5 миллиона рублей. Господдержку получат 106 организаций на 468 работников. Канал незаконной миграции раскрыли в Башкортостане через фиктивное трудоустройство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Миграционные услуги оказывали несколько местных жителей. Они трудоустроили более 100 иностранцев на местное предприятие. Хотя фактически никто из них к работе не привлекался. Уведомления о заключении договоров были предъявлены в органы миграционного контроля. Сотрудниками ФСБ установлено, что 54-летняя жительница Уфимского района совместно с близкими родственниками оказывала незаконные миграционные услуги иностранным гражданам. В ходе следствия выявлено, что злоумышленники получили противоправным способом учредительные документы коммерческой организации. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что обвинения по делу предъявили также 23-летней дочери-зачинщицы. В ходе обыска их места жительства изъяли паспорта мигрантов, учредительные документы на другие компании, заполненные уведомлением о заключении трудовых договоров. Также были обнаружены более 100 пустых бланков миграционных документов. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.